И всем приветики мои секретики! И вы сейчас в моем канале Секреток, и сегодня с вами снова я Силия, и сегодня у нас пятница, а значит, как всегда, выходит видео на тему об устройствах. Что ж, давайте не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем хочу пожелать приятного просмотра. Ну и как вы уже могли понять по названию этого видео, я сегодня буду для вас обустраивать магазин хэллоуинский, между прочим, потому что совсем скоро будут праздновать Хэллоуин во многих странах, вот оно в моей лично. Этот праздник не, так сказать, отмечается, поэтому я просто делаю для вас обустройство и, наверное, сделаю еще видео, как Силия будет отмечать Хэллоуин у себя дома. Вот. Ну, а пока что можете весь этот видеоролик понаблюдать, как я буду обустраивать магазин. Ну, и, конечно, результат вы сможете увидеть уже в конце этого видео. Ну и также сразу скажу то, что идею этого обустройства вы можете брать и обустроить, в общем, у себя точно такой же магазинчик. Сейчас мы с вами сначала обсудим само обустройство, ну и затем, если останутся отвлеченные темы, то, конечно, мы на них поговорим, так сказать. Ну, и начнем мы с того, то, что я обустраиваю сейчас, это будет самая первая комната, и дальше мы пойдем, ну, по порядку, да, как дальше будет, в общем. Первая комната, здесь у нас касса, то есть здесь ничего такого интересного, здесь все будет к празднику Хэллоуина приготовлено, если что. Вот, ну, проходим дальше. У нас идет следующая самая большая комната, и там будут все декорации и украшения и так далее для Хэллоуина тоже. Затем у нас поменьше уже комнаты, там будут идти костюмы для Хэллоуина. И самая маленькая комната, там у нас будет примерочная, то есть, так сказать, гардеробная. Там будут две примерочных всего лишь и диванчик, чтобы посидеть, отдохнуть, кто, допустим, не примеряет еще, либо кто, так сказать, в очереди будет. В целом, это все обустройство, поэтому здесь рассказывать больше нечего. Ну, единственное, что я могу вам сказать, то, что было на самом деле не так сильно сложно обустраивать этот магазин. Я, в принципе, люблю такие обустройства, потому что они всегда делаются очень быстро, и здесь не надо прям, ну, сильно как-то фантазировать. Ну, то есть, в магазине все понятно. Правда, я хотела сделать еще здесь небольшую кафешку, но поняла то, что комнат не хватит, места, точнее, не хватит, и поэтому я предпочла просто добавить вкусняшки в отдельный холодильник вот в этой комнате, которую сейчас обустраиваю. Что могу сказать в итоге? По результату моего обустройства мне все в целом понравилось, поэтому я поставлю себе оценку 9 из 10, либо, ну, 8, приблизительно такая оценка. Ну, и вы увидите уже в конце этого видеоролика, и поставите тоже свою оценку обязательно в комментариях, потому что для меня это важно. Я буду ждать, чтобы вы также написали идеи для следующих обустройств на моем канале в комментариях, потому что, конечно, мне это тоже очень важно, поэтому я буду ждать ваших идеек для следующих обустройств. Ну, и теперь у нас есть время поговорить на отвлеченные темы. А, ну, и да, приблизительно этот домик, этот магазин я обустраивала 40 минут. В принципе, не так уж и много, вот, ну, и, как я уже сказала, получилось прикольно. Ну, и теперь у нас осталось достаточно времени для того, чтобы поговорить на отвлеченные темы. Не всегда у нас только остается времени, вы все прекрасно это знаете. Ну, и начнем мы с того, что у меня, наконец-то, каникулы. Ура! Я очень рада, потому что, правда, очень устала за эту четверть. Не думала то, что новый учебный год окажется таким сложным достаточно, хотя у нас не выставляют оценки за четверть, выставляют сейчас только за полугодие. Вот, но при этом, при всем, все равно очень сложно, очень большая нагрузка, и как-то, ну, прямо сложнее стало учиться. Я не знаю, с чем это связано. Может, больше уроков, либо... Я не понимаю, правда. У нас поменялись учителя, и многие учителя стали требовать больше, чем было раньше. Вот, наверное, это тоже как-то повлияло на мою усталость, так сказать, в конце этой четверти. Вот, ну, и слава богу, что наступили каникулы. Я прямо очень рада, потому что я уже их ждала очень сильно. Знаю, что я также давно не выкладывала видео на свой лайв-канал. Я хочу это исправить, конечно, эту ситуацию, потому что, на самом деле, правда, у меня есть еще дополнительные занятия, ну, по учебе, то есть вот вебинары по литературе, по английскому. Я уже готовлюсь к ЕГЭ и все такое. И я последние две недели даже, ну, просто ничего не делала, потому что моя неделя первая, вот, когда я ничего не делала, так сказать, начала бездельничать немножко. Это было мое день рождения, понедельник. Вот, затем я, ну, уже восстанавливалась как-то всю эту неделю. Я очень плохо ложилась спать постоянно, и у меня в конце недели даже это произошло, там, потом небольшой срывчик, так сказать. Я, по-моему, вам даже рассказывала об этом в своем видео. Затем эта неделя, вот, которая сейчас, тоже не скажу, что на расслабоне она прошла, но мне хотелось уже немножко отдохнуть. Вот, потому что я не хотела себя сильно прям перенагружать, нагружать, и понимала, что это будет капец. Ну, и, в общем, я на лайв-канале готовлю для вас видео «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на вопросы именно касающиеся моей личной жизни, то есть моей реальной жизни, не токи-боки. Вот, и если что, вы можете написать свои вопросы в телеграм-канале в моем «Ствикса», вот, в комментариях. Там я прям оставляла такой постик. Он был недавно опубликован, поэтому, если что, полистайте чуть-чуть, и вы его найдете. Там уже понаписали очень достаточно много интересных вопросиков. Я уже просто с нетерпением хочу на них ответить. Но не знаю, когда выйдет это видео. Вот, я постараюсь его снять до своего отъезда в другой город. Да, я уезжаю на каникулах в Омск снова же. Там я буду чилить, отдыхать в деревне и восстанавливаться эмоционально. И вообще просто физически, эмоционально, всяко. Просто будет восстановление у меня жёсткое. Потому что этот перенагруз, конечно, в первой четверти это очень жёстко. После трёх месяцев. Ну, хотя, знаете, первый месяц лета у меня июнь. Он был тоже очень плотный, очень загруженный. Я по шесть часов сидела за вебинарами до 14 июня. Потому что у меня 14 июня был последний экзамен. Вот. И считай, только потом у меня начался какой-то небольшой расслабон. Я просто зависала, ну, типа, в ТикТоке там, в телефоне. И всё. Я больше ничего не делала. Я даже не смогла книги ни одной прочитать. Ну, ладно, я прочитала одну книгу. Эрих Мария Ремарко. Ночи в Лиссабоне. Вот. Очень классная книга. Всем советую. Конечно же, если вам есть 16. Если вам нет 16, то, ну, как бы, нет. Ну, 15, если есть 14. В принципе, мне очень понравилось. Было интересно. Вот. Наше видео подходит к концу. Это всё, о чём мы успели поговорить. Спасибо огромное вам за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы пропускать новых видео. В комментариях жду вашу оценочку и идейки для следующих обустройств. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok